Здравствуйте, друзья! Бегутся неполными составами, те, кто бежит, некоторые решили уже все свои проблемы, в сборную попали уже одной ногой на трассах в Южной Германии, а кто-то еще отчаянно борется за право все-таки впрыгнуть в команду в последнее мгновение, составы не закрыты, не везде, по крайней мере, у норвежцев, да, закрыт состав. И вот сейчас, так или иначе, да, командный спринт это уже такая репетиция напрямую, и кто гоняется, те, и кто гоняется своими боевыми составами, соответственно, те, естественно, уже рассматривают это сквозь призму чемпионата мира. Вы видите, что отпустил морозец, вполне сейчас пристойная погода и влажность тоже контролируемая. Ветерок такой не очень милосердный, да, и на продуваемых участках он даже немножко останавливает. Мужской и женский спринты командные порадуют нас в ближайший час. Дошли эти соревнования до стадии финалов. Есть определенные сюрпризы, в том числе и со знаком минус. Ну, а если говорить о прогнозах, то прогнозы, по крайней мере, в женской части состязаний, которые будут открывать нашу сегодняшнюю трансляцию, банальны до невозможности. То есть местным отдают вообще даже первые две ступеньки и имеют для этого все основания, поскольку шведки выходят на дистанцию оптимальным составом, разве что только надо собрать и поставить на ноги окончательно Фриду Карлсон. И так командный спринт, или такая своеобразная парная гонка среди лыжников, коньковый ход. Улица Шахам великолепен в своем снежном убранстве и печален своим отсутствием зрительской аудитории, которые пытались моделировать с помощью аудиоэффектов, ну, лучше, чем ничего. Тем не менее, все, конечно, не капризничают, а наоборот, перед чемпионатом мира все усиливают и усиливают меры своей антивирусной безопасности. Хозяева в этом особо преуспели. У них такой довольно приличный, мягко сказать, по местным меркам даже роскошный отель, который обнесен вроде бы не очень мощными ограждениями. Да, вот сборная Китая соревнуется. Сборная Китая теми составами, которые удалось собрать из тех, кто остался в Европе, потому что была же такая директивная эвакуация и практически зимников, атлетов. В конце прошлого сезона еще никого не осталось. Но здесь вот вы видите две девушки из Китая, кроме того, и попали еще и в финал. Конечно, они на позиции аутсайдеров, но тем не менее, выучку базовую они демонстрируют. И как-никак все-таки с точки зрения олимпийской квоты они делают очень важное дело. Олимпийская чемпионка на вашем экране на всякий случай в этом виде программы. Но дуэт не вполне тот чемпионский 2018 года, а наполовинку. Вторая половинка и основная на тот момент половинка свою карьеру спортивную уже достаточно давно закончила. После этого пришлось ей, как вы помните, в жизни воевать с проблемами куда более серьезными, чем соперницы, которые на пути. Но в этой ситуации, когда Диггенс бежит не с Кикен Рэндалл, а с Моббет Бьернсен, естественно, хоть они и выиграли свой полуфинал, тем не менее, их рассматривают все-таки как, может быть, второй номер этого вида программы, а может быть и третий. Хотя этим самым немножко обижают и сборную Швейцарии, которая вышла в своем лучшем составе. Естественно, там безальтернативно это все Ванненграф и Фендрих. Словенки, Уровцы Лампич, причем Уровца была в индивидуальной программе выше, чем Лампич, поэтому тоже расклады достаточно интересные. Две команды у Норвегии, две команды были у Финляндии, осталась до финальной стадии одна. И Финляндия, кстати говоря, в этом виде программы тоже не без титулов в новейшей истории. Ну и поэтому, даст бог, они поборются все-таки тоже за достаточно высокие места. Ну а дополняют весь этот список китаянки, о которых я уже говорил. Норвегия резервными составами, поэтому, да, тут настроение хорошее, перспективы все-таки более скромные. Смэдос открывает на первом отрезке. И она, собственно, так радостно нас всех приветствует. Ну и чешская команда, опытная Ражимова, Енатова тоже не вчера начала бегать. Первая чешская команда, вторая, включающая молодую бойку, вылетела на стадии отбора. Ну вот Сван и Дальквист, а Дальквист чемпионка мира в этом виде программы. Причем впервые личный этап Кубка мира выиграла накануне. Так бывает. За пультом Анастасия Кольцова, микрофон у Сергея Курдюков. Это финал репетиционного, можно сказать, даже генерально репетиционного женского командного спринта, в котором, естественно, сборная Швеции один, претенденты номер один. Они в красном бибе, на них все взгляды. И, безусловно, в этом составе они могут еще усилиться даже. Майя Дальквист взяла золото на трассах в Австрии, на трассах в Тироле, в Зейфильде два года назад вместе со Стиной Нинсен, которая теперь вовсю уже озадачилась превращением себя в биатлонистку с переменным успехом. Но, по крайней мере, вектор понятен. И так она потихоньку поднимается, поднимается. Не так быстро, как многие хотели бы, но тем не менее. Второй был славянский дуэт два года назад, и третьим был норвежский. Вышнер и Лампич бежали и завоевали серебро, и были очень довольны. Вышнер с тех пор уже закончила свою карьеру. Произошло это, в общем-то, совсем недавно. Что касается норвежек, то Фалла в строю, но в непонятном состоянии совершенно. Она заявлена на чемпионат мира, но пока что своих максимумов она не показывает, и вы это недавно видели. А Орсберг пока отлучена от большого спорта из-за своих хронических проблем со здоровьем, в том числе и стрессовый перелом стопы, чего только на нее не свалилось. Вся сборная Норвегии очень ждет, когда она наконец вернется. Точно так же, как и вся сборная России, которая не поставила свой состав здесь, и уже перешла, собственно, на целенаправленную подготовку к чемпионату мира. Я имею в виду женский основной состав. Очень ждет возвращения все-таки двух получивших травму, чрезвычайно не вовремя, лидеров. Но хорошие новости, касающиеся и Непряевой, и Сориной. То есть они тренируются, они на лыжи встали. Другое дело, что время... Очень жесткий этот период, очень короткий. И до какой меры удастся восстановиться за это время оставшееся, сказать, трудно. Ушли на дистанцию спокойно, ушли на дистанцию без карбонового лома. Ну и толпа здесь несколько меньше, чем у мужчин. У мужчин будет тесно, и агрессии будет, наверное, все-таки тоже больше. А так пока дают королевам этого вида программы работать впереди. И, в общем, эта цепочка пока что... Все здесь достойны друг дружки. Китаянки, скажем так, на примере других, более высококлассных, учатся на ходу. Пока что, видя всех из тыла. Но то, что они, опять же, пробились в основные соревнования, это уже само по себе хорошо. Шумок такой вдохновляющий звучит, но, как уже было сказано, он смоделирован. Но он пока еще дает нам пережить этот период в эмоциональном плане и отправится дальше. Лин Сван вчера даже комментировать ничего не стала по поводу своего падения. Но и, с другой стороны, не устраивало никаких дымаршей. На глазах у нас постепенно становится все взрослее и взрослее. Сван никто не был виноват в том падении. Но вот обратите внимание на соревновательность Дыггинс. До какой степени она амбициозна и на своем отрезке Дыггинс возглавляет. Этот пилотон начинает рвать группу в этот пригорок. Для китаянки уже это создает определенные проблемы. По составам. Ну, вы видели, там все это пробежало, когда мы смотрели поляну с вами. Озвучивать титры еще дополнительно. Я не видел особого резона, но, тем не менее, на ходу мы уже тоже тут вспомним какие-то вещи. Так или иначе, понятно, что... Гораздо интереснее то, что, в общем, не очень гладкая получилась передачка у Славенок. Но я надеюсь, что это все все-таки в рамках протокола. И никаких претензий к Лампич не будет. Лампич сейчас идет четвертый. Урывц с падением передалась. Но, даст Бог, без повреждений. Соответственно, на этом отрезке у Швеции один Сван, у Швеции два Фальк. У Соединенных Штатов, как я уже сказал, Дыггенс. Титулованная Фендрих у сборной Швейцарии. Лампич тоже, как было сказано, у сборной Словении. Фоснес бежит за Норвегию. А два, за Норвегию один бежит Мюрволь. За Финляндию Лиденпера. Филлянен разгоняет китайские фамилии. Во-первых, неизвестно этим ли составом будут бежать на крупнейших соревнованиях. Поэтому пока не буду торопиться их осиливать. Тем более, что китаянка все-таки практически гарантированно будет сейчас аутсайдером. Ну и и натово у сборной Чехии. В принципе, все спринтерские пары в спринтерской эстафете или в командном спринте выстраиваются... Причем раньше еще более явно это было. Есть мотор, есть финишер. И вот на этом отрезке как раз начали работать те, кто будет финишировать. Самые быстрые, обладательницы хороших результатов в индивидуальном спринте. Ну и Дыгинс, в очередной раз отметившись на подиуме. Первая не шведка из всех участниц. В очередной раз была очень счастлива. Устраивала веселые танцы. Рядом со шведками, которые стояли строго, как будто это церемония вручения Нобелевской премии, как минимум. Вся эта история хорошо известна. И она вызывает у кого-то иронию. У кого-то в ответ на эту иронию появляется наоборот желание там поспорить и поупрекать. Навешивать ярлыки и так далее. А я так думаю, что если все в рамках приличия, то каждый волен вести себя так, как хочется. Потому что для этого спектакля это все здорово. Компактность, несмотря на протяжку Джесси, компактность более-менее сохранилась. Финская пара поймала небольшой просвет и больший просвет поймала китайская пара. Что тоже было довольно предсказуемо. Ну и вот эта ситуация после передачи очередной так и сохраняется. То есть финский дуэт, где Кюлэнен все-таки смотрится в более хороших кондициях. Может быть они и догребут. Хотя уже при такой средней скорости высокой тяжело. Китаянки выпали окончательно. Скачай приложение Винлайн и получи фрибет 1000 рублей на первую ставку. Фрибет 1000 от Винлайн без депозита, без отыгрышей на любой коэффициент. Наслаждайся игрой, остальное за нами. Не развалились, как вы видите. Но по-прежнему шведки утомляют и утомляют своих соперниц. Да, для того, чтобы развязка получилась острой и такой, как нужно. Для этого нужно попутчиц как следует проэкзаменовать. На передаче чуть раньше были американки. Бьонсон, несмотря на отсутствие гоночного наката в этом году. Неполное, но тем не менее недостаток, скажем так, его. Тем не менее крейсерским ходом смотрится вполне убедительно. И между шведками она сумела вклиниться точно так же, как и славянская молодая спортсменка, которая наказала с неробкого десятка и пошла дальше, чем Лампич. Причем у Лампич, в отличие от только что виденной вами Сван, проблем на сей раз не было. С выбором дорожки правильной. Список претенденток на призовые места по-прежнему достаточно длинен. И маленький сюрприз заключается в том, что прилежно и спокойно одерживаются чешки. Они на рожон не лезут. Немножечко здесь напортачили во время передачи. Дырка небольшая образовалась между ними, плюс еще норвежками и всеми остальными. Но сейчас все, подсобрались. Не списываем швейцарок тоже. Швейцарки постоянно сидят в засаде. Швейцарки не берут на себя инициативу и не тянут. Ну и, конечно, прекрасна возможность работать одношажным коньком в горку. Когда горка короткая и когда удалось расслабиться, сбросить напряжение. И, соответственно, уж техника тут присутствует. Мощные движения у всей элиты получаются. По крайней мере, шесть команд даже и не думают о том, чтобы перейти на диагональ. Что является все-таки более щадящей техникой. Но позволяет, кстати говоря, взвинчивать темп. Позволяет включить припрыжку. Все выпало окончательно. И финская единственная сборная, которая добралась до финала. Единственная пара, которая добралась до финала. Финская. Другая первая выпала на отборочной стадии. Не знаю всех подробностей. Возможно, и падали, и что-то ломали из инвентаря. Это всегда присутствует такой момент. И он может постичь любого даже суперфаворита. Китаянки идут уже почти в полуминуте позади. И такими темпами можно и круг поймать даже. Все время Диггенс жаждет борьбы и жаждет возможности показать свою максимальную скорость. Несмотря на то, что с тактической точки зрения на финишный бросок это может лишить ее немножечко энергии. Сван очень хладнокровно идет. При том, что она сама любит полидировать, как мы все прекрасно знаем. Но вот, возможно, после вчерашней накладочки, которая так или иначе подпортила ей шансы отличного натиска в генеральной классификации Кубка мира, мы напоминаем, что в спринтерском зачете идут и личные гонки, и командные спринты тоже. Лампич имеет 377 очков, 281 у Фейндрих, у Сван 255. И вчера Сван, заняв только 26 место, уступила и швейцарке, и славянской спортсменке. И Джессика как раз от Сван отстает очень недалеко, вчера став призером. И, соответственно, если вдруг почти невозможное сейчас произойдет, и Джессика вместе со своей напарницей выиграет эти состязания, тем не менее половинку очков она все равно получит, и этого хватит для того, чтобы ворваться в тройку еще и в этой номинации, уверенно лидируя в генеральной классификации в комбинированной. Снова она передается первой. Незначительное преимущество, но тем не менее оно есть. Бережет палки, убирает очень аккуратненько палки руки. Дает возможность всем унестись на дистанцию без каких бы то ни было контактов. В роскошной форме, даже в такой пугающе роскошной форме. По крайней мере, менеджеры шведской команды об этом говорят, что Дальквист настолько летает, что как бы это не рассыпать до Аберсдорфа. Дальквист очень быстрая и действующая чемпионка мира в этом виде программы, но с другой напарницей. С этой новой напарницей чувствует себя, может быть, даже и еще более уверенно. Во крайней мере, с точки зрения взрывной силы, с точки зрения именно спринтерской заточенности, Сван, пожалуй, будет даже более ярко выраженным спринтером, чем Стина Нильсен. Нильсен, которая добралась до сборной. Кто следит за биатлоном, прекрасно это знают, и мы об этом часто рассказываем. Добралась уже до Кубка IBU. То есть при правильном подходе дело пойдет. А подход в данном случае правильный. Не сумели все-таки вскружить голову. Это очень важно. Ну а длинная скамейка запасных шведской сборной гарантирует всем. Какие-то медали так уж точно. И тут обмен уколами снова через границу между Норвегией и Швецией. Норвегия заявляет во главе, что непобедимый почти Йог, что они претендуют на золото в каждом виде женской программы. Шведки говорят, мы в таком случае тоже. Хотя у них, конечно, дистанционных видов оснований меньше. И у Каллы проблемы серьезные. Как выяснилось и со спиной тоже. Если бы в добром здравии была Калла, может быть, и дали ей возможность прогоняться именно на вот этих разгонных кусках. Не в качестве финишера, естественно. Но на вот этих первых полуэтапах. Но у Каллы, причем интересно как-то, что поначалу была полная растерянность, потому что на домашнем этапе она установила антирекорд свой, по крайней мере, взрослой карьеры. То есть на самом первом своем кубковом этапе она была только хуже по индивидуальному месту. Пятый десяток. И причем она... Поначалу ни она, ни многолетний тренер не могли ничего объяснить толком. Не понимая, что это происходит. Видимо, это последствия коронавируса и так далее, и так далее. И потом вдруг все-таки пошла информация в этом году, что спина. И что она сейчас получает физиотерапевтическую помощь и чувствует себя потихоньку все лучше и лучше. Тем не менее, конечно, вот учитывая ее популярность, все очень расстроены тем, что ее шансы на чемпионате мира под большим вопросом оказываются. Фальк продувает меха. Остается последний кусок в ее исполнении. И она обязана бороться за призовые места так или иначе. Она вылетает, как из прощи, аккуратненько, чтобы никого не зацепить. Встраивается за лидером сборной, юным, обладательницей малого хрустального глобуса прошлого года. Пока что Усван на взрослом уровне. Ни олимпийских, ни мировых регалий еще нет. Но она рассматривается в качестве кандидата на то, чтобы собрать целую коллекцию, как это получилось, допустим, у другой юной, которую потом немножко перегрузили. Тоже, в принципе, насчет Фриды. Ты, ну, даже вот посмотришь на нее, просто посмотришь на ее нынешнее состояние, да, на ее усушенность и понимаешь, что хватили лишку. И есть опасности. И многие, кто просто с энтузиазмом приветствуют, и безоглядным энтузиазмом приветствуют прибытие сильных юниорок, которые перепрыгивают через ступеньки, они прекрасно должны понять, что в этом есть определенная безответственность тоже. Они подхлестывают их, подавая все и сразу, а потом начинаются такие проблемы, которые могут быть и неразрешимы, к сожалению. То есть яркий старт еще да, а продолжение потом вот нет. Понятно, что вот Фосухольм, допустим, учитывая, что и папа все там контролирует, это кровь с молоком, это большой запас именно физики. И практически здесь ошибки невозможны. А та же самая скиста, вот только-только она вернулась, никаких шансов погоняться на чемпионате мира. Посредственный результат, пока мы наблюдали накануне, тут главное хотя бы просто перезагрузиться. И, собственно, после ее падения на чемпионате мира, который все-таки стал для нее поспешным чемпионатом, слишком ранним чемпионатом, оно ознаменовало как бы ее постепенное сползание в яму. Ну ладно, это все, конечно, так или иначе. Кошки, которые скребут на душе. Но вот развязка. Развязка, которая в чисто спринтерском стиле, и у всех есть практически равные шансы. Получается так, что это почти лотерея. И очень опасная лотерея. Вы видите, что все хорошо себя чувствуют. И швейцарка, и славянка, и обе шведки. Ну и в этом жестком поединке вообще ничего не можем мы предсказать. Болельщиков немного. Болельщики только свои собственные напарницы да тренеры. Выключается работа руками. И дальше только бы не завал. Только бы не завал к этому очень близко. Швейцарка очень рискует полететь. Сван контролирует. Жестко контролирует свою траекторию. В то же время отлично несут лыжи Славянку Лампич, которая вчера была обделена успехом, и которая мотивирована ровно так же, как и Линсван. Выходит с нею на одну линию. И посмотрите, она способна, способна бороться на равных. Она выходит постепенно вперед. И швейцарка тоже. И американка. Что такое мы видим? Ну, еще бы немножко, еще бы пару метров дистанции. На деревянных ногах Линсван осталась бы даже вне тройки. Вот это да. Вот вам двойная победа шведской сборной. Вторая сборная вообще даже вне пьедестала почета. А сборная Словении напоминает о том, что в нужный момент в феврале это такие девочки, которые могут удивить кого угодно. Вот разве не зажигательно? Разве не сюрприз? Серебряные призеры. Так, ну кто-то опять оговорился. Почему? Потому что услышал, что кто-то из них вспоминал ситуацию с Большуновым. Ну, это теперь, вы знаете, уже такой нарицательный глагол получается. Когда ситуация драки за позицию, за траекторию, то сделать Большунов это значит попытаться огреть своего соперника, который подрезал палкой. Ну вот. Словенки сегодня чемпионки. Асван вообще выживала. Еще бы чуть-чуть. На одном характере, только на одном желании не проиграть окончательно. После серии относительных неудач и швейцарки тоже довольны. Не упали духом. Не помрачнели американки. Дыгинс поблагодарила свою напарницу, несмотря на то, что ей не хватило 0,6 секунды до пьедестала почета. В серьез, окончательно всерьез будут восприниматься результаты через три недели. Швеция 2, только пятая. И это, соответственно, усугубляет тоже сомнения в том, что из Фальк может что-то получиться. Пока что еще нет окончательного оглашения стартового протокола, точнее заявочного списка скандинавской сборной. Но сказали менеджеры, что 11 числа это произойдет. То есть, вроде бы как после этого еще и чемпионат Швеции, по укороченной программе, который пройдет следующий уикенд. И некоторые отсюда поедут. Они вот как сидят в этом закрытом лагере и разбита команда на множество внутренних баблов, внутренних изолированных групп. А ближе к чемпионату мира вообще они будут по четверо. То есть, две гонщицы, сервисер, пара сервисеров, скорее всего, вот так. И они будут так ездить. Это уже опробовалось во время турдески. Они будут так перемещаться на микроавтобусах. И если, допустим, вот как у Сван была ложная положительная проба, то в отличие от норвежцев, у которых два ложняка Носума приводили к тому, что практически всю сборную готовились закрывать, здесь так или иначе катастрофы не будет. Катастрофа будет не такого масштаба. То есть, они готовы к любым перипетиям, к любым ударам судьбы. Ну что же. Понятно, что человек номер один. Лампич. Человек медаленосный. И она очень сильна. Она имеет титул, начиная с юниорского периода. Она отличная многодневщица-спринтер. Но, с другой стороны, для Урывс это, конечно, прорыв. И прорыв хорошо подготовленный. То есть, она дала возможность своими полуэтапами сохранить хорошую позицию для маневрирования. И подарила Лампич отличную возможность доработать и ворваться на первую строчку пьедестала. Швейцарки, учитывая, что их домашние старты получились хуже ожидаемого в декабре, сейчас получают вполне ощутимую компенсацию и зарабатывают хорошее настроение перед чемпионатом мира. Но не забываем, что первые составы сборных России и Норвегии тоже на подходе. То есть, конечно, будет сильнее финский дуэт, который, правда, потерял шансы выставить старшую Нисканен. Конечно, совсем другая будет сборная Норвегии и появится, кроме того, еще сборная России. Поэтому тут почивать на лаврах призеры сегодняшние не станут. Вы рассчитывали на эту победу? У нас была хорошая тактика. Был просто сегодня сильный ветер и нужно было уметь прятаться. То, о чем я говорил в самом начале. Удалось взять небольшой реванш за вчерашнее поражение. Вчера я, конечно, для себя выступила слабо, говорит Лампич. Моя первая победа на таком уровне, говорит ее напарница. Ну и тут, конечно, она еще не привыкла к этому статусу. Захлестывают эмоции и блокируется немножко английский язык, который в ее распоряжении тоже есть. Тем временем подходит момент мужского финала, где на полуфинальной стадии есть ряд достаточно неожиданных осечек, которые в то же время хорошо, что произошли, допустим, в полуфинале. И дают возможность отыграться в финале. Пока мужчины выстраиваются, мы уйдем на небольшой перерыв. Вернемся совсем скоро. Мужчины продолжают разминаться. Для того, чтобы состояние звенело и для того, чтобы сразу включиться. Это одна из главных премудростей, конечно, командного спринта. С одной стороны, у тебя получается, когда ты закончил свой этапчик, получается время для отдыха некоторое. С другой стороны, за это время можно уйти совсем в не то состояние и не суметь быстро включиться. Поэтому поддерживать себя. И иногда даже успевают какие-то ускорители задействовать ближе к концу гонки. Но это нервотрепка. Лучше не надо. Так вот, сюрприз, а знаком минус в том, что Устюгов и Ретивых не добрались до стадии финала, имеющие в своей карьере медали Чемпионата мира. Ретивых с прошлого чемпионата. Устюгов уже с довольно далекого. Лахтинского, но золотую зато вместе с Крюковым. И, конечно же, это вот подробности появятся позже. Но это минус. Хотя, с другой стороны, не Чемпионат мира, так или иначе. Что же касается стартового протокола, то здесь, так или иначе, итальянцы, которые всегда в тройке, и своим железным лучшим составом в то же время немножечко вызывает какие-то вопросы состояния Пеллегрино. Такое ощущение, что он все-таки несколько загружен, несколько недостаточно быстр. Вместе с Дефабьяни он сейчас выходит под четырнадцатым номером. Одна французская команда, две шведских, первая чешская сборная, первая сборная штатов, вторая сборная Финляндии, первая Швейцарии. Стартовый протокол был длинный у мужчин, и проходной бал, если можно так сказать, финал тоже был повыше. И хозяева чемпионата прислали здесь только одну команду, но это единственная команда, единственная пара сборной Германии тоже сумела пройти квалификационная сита. Ну и тоже ситуация достаточно предсказуемая. То есть у мужчин резвый старт длится несколько сотен метров, может быть даже пару сотен метров, и потом скорость резко падает. потому что они сразу же начинают вести тактически закрытую борьбу. В отличие от женщин, которые на первых двух кругах пытаются просеять группу, получается не особо так, но тем не менее, пару человек отстало, как вы помните. Сейчас пошли пешком, по самому большому счету, и чего мы только не видели, причем на крупнейших соревнованиях. калибра чемпионата мира, калибра олимпийских игр, когда люди практически начинали пятками вперед ехать только для того, чтобы выпустить соперника. Как я уже сказал, на всех открытых участках, несмотря на то, что вроде бы как деревья не колышутся совершенно, под тяжестью снега еловые ветки смотрят вниз, но тем не менее, это здесь, в лесу, где закрыто, выходит на пятачок, на какую-нибудь поляну, и там начинает задувать, и там высидеть за спиной, это вполне оправданное тактическое действие. Ну и, конечно же, опасение, что любая темная лошадка может прыгнуть высоко и ускакать далеко. Это все здесь тоже присутствует. Поэтому все друг друга воспринимают очень всерьез. и это, конечно, рождает достаточно закрытую гонку. О недавней истории Клэба с Иверсоном были напарниками, завоевывая золото на Зейфельских трассах, опередив Ритивых и Большинова, которые рубились до самого последнего мгновения, и только сумасшедшая финишная скорость Ионаса Хослода Клэба фигурально выражаясь. В этом году опять вообще ничего не получается. Просто катастрофически. И напарником Свенсона является Грате. Грате, который вчера выглядел вполне убедительно, как вы помните. Что касается французской сборной, который, как я говорил неоднократно, всегда удается быть где-то здесь, где-то неподалеку, и соответственно, которые себя проявляли еще с олимпийского периода, замкнув тройку сильнейших. Морис у них долечивается. Жуф сейчас втрою, как вы видите. Жуф был напарником Манифика. Манифика отвечал за дистанционный ход. Жуф за финишный отрезок. Спецов и Большунов, как вы помните, серебряные призеры. И тоже здесь формула абсолютно такая же, Денис, потому что хотя тоже финишный бросок у него сейчас все острее и острее снова. После всех проблем, которые он преодолел. Ну и Дизель Сумбю плюс финишер Клэба такова была победная формула сборной Норвегии. Сборная Норвегии, которая здесь присутствует, но присутствует резервным составом. И в принципе, наблюдая за тем, как выглядит резервный состав, мы убеждаемся в том, что в общем-то логичен выбор, но с ума. когда такая длинная скамейка запасных, он просуммировал все результаты, в том числе и результаты внутренних соревнований, которые были не очень на слуху у основного сообщества и взял тех, кого и положено было брать. ну и пока вы видите такая скорость, она настолько всем доступна, что пока могут повезти даже Соединенные Штаты. Связка Хамилтон и Болгар вряд ли может претендовать на призовые места, но, по крайней мере, не позволит себе проваливаться. И это дело чести. Пока что темные лошадки. Как вот Селлеры Новок, например. Чешский дуэт. Новок хорош был в индивидуальной программе. Совсем зашифровались наглухо итальянцы, но нужно учитывать все-таки тот момент, что, да, слава богу, здесь такого столпотворения нет, как в полуфинальной стадии, но, тем не менее, идя настолько далеко ты рискуешь. Когда вот такие прокатные круги, то еще ладно, а когда круг быстрый, и кто-то попытается пойти на разрыв, а у тебя сломался инвентарь, вот здесь ты можешь при всех своих силах поймать дыру, и если тебе еще раз выходить на старт, а пока была только одна передача, то эта погоня совершенно ни к чему. Не успевает восстановиться, потому что такие все-таки скорости, такой уровень противостояния, что достаточно тебе сломать свой ритм и один раз устроить себе догонялку, чтобы на следующем круге тебя, допустим, взяли и выключили, выбросили. Поэтому нужно, нужно сберечь машину, как говорят в моторных видах спорта, для начала. На этом отрезке важно саккумулировать энергию, и важно поберечь инвентарь, и важно не поймать дыру. Финская команда пока благополучно, как и все остальные, в принципе, здесь. Голосовал сейчас ее представитель перед получением эстафеты, и тоже без всяких накладок ушли на этот отрезок. первая Швеция уж что-то совсем. Выбрала себе такой попкорновый участок в этой гонке, когда можно за всем наблюдать, и пока-то можно, да, себе это позволить. Но пора уже, пора уже потихоньку убираться, и занялись они этим. С последней позиции постепенно уходя. Скачаю приложение в онлайн и получи фрибет 1000 рублей на первую ставку. Фрибет 1000 от Винлайн без депозита, без отыгрыша и на любой коэффициент. Наслаждайся игрой, остальное за нами. Пачка все та же и все в том же порядке. Если женская гонка в итоге получилась тактической и в общем-то равные шансы были примерно у шести команд, то сейчас и подавно ситуация еще более ярко выраженная. Вот эти ребята, которые сейчас готовятся заступить на вахту, они и будут все рвать на последнем круге. Сейчас пока еще это тоже будет рано. Третья передача отметка 3,6 километра и почти бессменно отрабатывают американцы. Жук там тоже набирает как можно больше воздуха в легкие. На этой передаче вы видите шведская сборная поболтавшись в самом-самом хвосте. Шведская первая сборная выбралась уже более-менее из толпы и передалась пятой. Ну и в пределах двух секунд весь стартовый протокол. Побродили немножко чехи, сейчас ушли в тень. Немцы вообще не высовываются. Считают это за благо две швейцарских команды. Стараются держаться достаточно близко на случай возможных падений. Но скажем так, что и трасса тоже непровоцирующая. Непровоцирующая ошибки без каких-то жестких углов. Хотя в принципе рекомендация по прокладыванию трасс для спринта в большей степени для индивидуального спринта предусматривает все-таки старт-стоповые участки тоже. Здесь такого практически нет. И это отмечалось кстати говоря и вчера в индивидуальных спринтерских гонках. Надо валить, валить, валить практически безостановочно. Ну и конечно когда есть желающие поработать локомотивами это всегда большой подарок всему пелотону. Рослые американцы вполне задействованы в этом. Пелли начал потихоньку прогреваться. Федерико Пеллегрино перемещается на третью позицию, но в то же время тоже старается пригибаться, прятаться. Благо в принципе его физические данные ему это позволяет тоже. Потому что конечно когда такая колонча как Болгер плывет впереди Эндрю Янг в этом плане тоже хороший ориентир. Эх, 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 Эндрю Янг, которого на чемпионате мира не будет, который на предыдущем этапе кубка улетел на вот та трасса была, да, она провоцировала все, провоцировала травматизм, ну и состояние конечно ее, погода, сослось множество факторов и падений было просто непозволительно много, особенно если учитывать преддверие чемпионата мира и Непряева пострадала именно на той трассе. Но это не та история немножко что со знаменитым пальцем Клэбо, когда он получил этот перелом совершенно глупейшей ситуации. Дубася боксерский динамометр на вечеринке. Ну и однако это стало тоже этапом взросления для него что ли, да, этапом осознания того, что позволительно для профессионала спортсмена, а что нет. Непряева получила на работе травму, ну и к счастью в Лангете уже сейчас можно потихоньку кататься. Но конечно вопрос о стопроцентных кондициях остается открытым. поживее, поживее прошли этот кусок. Присмотрелись немножко друг к другу уже на уровне определенной усталости, которая должна учитывать конечно и то, что было отработано перед этим полуфинальную стадию. Жив продышался отлично. Шанова включается и во время передачи рассыпался немножко пилотон. Вы видите, тут уже задергались швейцарские ребята заметались. Вот это уже совсем другая гонка, потому что сейчас спортсмены пошли свой завершающий кусок. Те, кто бежал на первых этапах, бегут свой завершающий сегодняшний этап и бегут естественно на максимуме. Передаться с запасом идеальный сценарий, который вряд ли осуществим, но и вот конечно ладно, когда падает тот, который передался, а тот, который стартует, это катастрофа. Он сумел каким-то образом сберечь свой инвентарь. Не самый опытный Харло все-таки в такой толкотне и при таком напряжении свой кусок, свой полуэтап Уоррена отработал отлично, но, к сожалению, вот его менее искушенный напарник совершил такой живописный, но выбивающий его сразу пируэт. Шведы проснулись. Обе сборных проснулись окончательно и очень опасные. Ну, здесь все та же формула. Сберечь инвентарь, не упасть. потеряли единственную финскую сборную. На этой драматической передаче все остальные сохраняют шансы за призовые места побороться. Небольшой просвет, который открылся перед чехом, тут же снова был закрыт. обе шведских сборных идут плотнее и внимательнее. И, честно говоря, вот нет такого почивания на лаврах, что ли. То есть, слишком самоуверенно наверное были, мне кажется, шведки в женской программе и чуть за это не поплатились. То есть, одна пара поплатилась, вторая пара чуть не поплатилась, потому что еще бы пару метров и они остались бы без призов. У мужчин статус совсем другой и поэтому они более внимательны. Хагстрен бежит под 16 номером вторым и Свенсен под 16 первым. Под 17 вторым, естественно. Маленький номерок говорит об этапе, а большой номерок понятно. И вот в этот момент Болгер решает, поскольку и перед этим очень хорошо себя чувствовал, лыжи несли прекрасно, решает воспользоваться своим единственным возможным шансом, потому что шанс реальный это убежать. В самом створе шансов меньше. Очень реактивные финишеры, французы и... ну не французы, а в данном случае единственный жил француз. Ну вы видите, что такое этот вираж. и вот как раз катастрофа и разверзлась. Падает Шанова. Не знаю, будут ли какие-то вопросы и будут ли какие-то попытки подачи протестов, но там была просто куча мала. Падение Шанова выбрасывает Джува и соответственно его спринтерские хода сейчас совершенно не востребованы. И догнать сейчас уже тоже нереально. Когда такая крейсерская скорость, шансы улетущились. В то же время Фургер крепкий, сбитой, небольшой, скоординированный спас себя, спас свою позицию и вышел сейчас на первое место текущее. Тем временем француз попытался в предыдущий пупок небольшую крутую горку догнать чуть-чуть приблизился но влиться тоже не сумел и опять убежали. Так что при всех своих отличных ходах, при всей своей отличной функциональной готовности сегодня французы остаются уже теперь гарантированно без призового места. Да и даже опять же если бы Джув догнал прыти на окончательную развязку не хватило бы. Элегрино старается не рисковать но здесь вот закрывается траектория он успевает успевает проскочить и выскочить на внутренний радиус Федерико Пеллегрино человек который постоянно на основных соревнованиях в тройке сильнейших что индивидуально что вместе с моим напарником выходит на первое место и уходит в отрыв Фергер зацепился Фергер перекрывает ходы-выходы всем шведам но шведы если одна сборная будет на пьедестале почета то это будет хорошо но Свенсен конечно претендует индивидуально Свенсен настолько сильный и вчера показавший свою силу это большее чем то что он получает уже не получится добраться до первого места не оглядываясь работает Пелле без всякой тактики не боясь что кто-то выйдет у него как говорится с колеса и выигрывает за явным преимуществом нокаут Кико Пелле супер чемпион сегодня швейцарцы довольно неожиданно вторые хотя но все-таки дальше все было довольно широко открыто но посмотрим еще с другого угла в том числе потому что чехи прорвавшись на призовой подиум не знаю уж на второе или на третье место чехи празднуют не меньше чем беснующиеся сейчас швейцарцы второй швейцарский дуэт менее преуспел но вы видите тоже участвует в общем праздновании без всякого соблюдения социальной дистанции сквадра делает хорошую заявку Пеллегрино несмотря на то что будут спринтерские поединки в новомясту не поедет туда лишний спустаменту то есть переезд это ему сейчас не нужно хозяева ну вы сами понимаете что это своеобразный гранд-финал гоночного уикенда гоночного уикенда где у Швеции было много успехов и вчера в индивидуальных соревнованиях просто классно выступили и мужчины и женщины причем ну а сегодня развязка с Ван не первая а не первая это значит уже тоже катастрофический проигрыш что касается мужской программы так ну там кстати говоря изучили фотофиниш и кажется все-таки вторая шведская сборная потеснила чешскую на несколько соток давайте еще раз смотреть этот повтор честно говоря все внимание было небольшой пригорок тоже есть возможность здесь вложиться ну да 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 запоздал со своим полушпагатом чех и его крепление выезжало вперед уже после финишной черты растяжка хороша вот реакция не совсем своевременно да вот в нужный момент позиция чеха была четвертой и не будем оспаривать то что диктует нам фото финиш чехи остались деревянной ложкой в этой гонке вот обратите внимание опять-таки на физические данные тут как мячик скачет шад какая прыгучесть у спринтеров требуется именно такая мускулатура да и в принципе импульс это всегда хорошо и для той же самой классической техники особенно в гору да конечно зарисовочки вот это супер сломо зарисовочки такие что можно потом отдельно катать как пацаны которые только-только первые свои гонки бегают в детской юношеской школе вот так себя ведут эти монстры спринта что как раз и здорово италия 1 швейцаря 1 швеция 2 такова тройка сильнейших все-таки более-менее не имели статус фаворитов поэтому развязка логичная французы не на своем месте это да вот эти репетиционные этапы даже когда кворум не полный и даже когда случаются накладки у некоторых фаворитов все равно они становятся отличным аппетайзером разгорается наш аппетит и с большим нетерпением мы ждем конца февраля но для начала у нас супер чемпионаты сейчас пойдут это горнолыжный потом практически синхронно с этим стартуют и биатлонисты и северная дисциплина лыжного спорта заступают на вахты на своем Мондиале еще чуть позже такая получается почти мини-олимпиада по крайней мере репетиция Пекина к сожалению репетиции на пекинских трассах в этом году аннулированы в следующем должны появиться Ванденграф удивлена кажется даже одними глазами улыбается под маской видно товарищи ее по команде сумели стать вице-чемпионами но Пелле был вне конкуренции и до Фабиани свои отрезки тоже провел и спокойно и где надо сэкономил силы очень-очень грамотно на классе ну а как выяснилось скорость у Пеллегрина вполне присутствует и сегодня он ее сумел задействовать вчера по каким-то причинам не в полной мере это получилось перед чемпионатом мира будут еще трансляции будет еще один блок из замечательного места на Мураве поэтому следите не только теннис не только Australian Open не пропускайте зимние топ-ивенты в эту самую белую зиму не менее чем за 20 лет я думаю ну и зима остается основной темой по-прежнему мы переселяемся в Клингенталь в Саксонию на трамплин где могут быть очень хорошие результаты при условии хорошей погоды там второй день соревнований и самостоятельный в то же время этап Кубка мира прыгуны на лыжах и двоеборцы состязаются в восточной Германии до сих пор до сих пор Продолжение следует...